Всем привет! Я Вика Виноградова, это канал с рецептами для лентяев. И ребятушки, вы себе не представляете такие, какой хороший рецепт я нашла! Во-первых, он быстрый, во-вторых, вкусный, в-третьих, полезный, а в-четвертых, посуду после него можно не мыть. Ну, мечта, мечта. По-моему, вообще идеально. Но, прежде чем сейчас раскрывать все секреты, у нас короткая рекламная пауза. А все дело в том, что на YouTube есть отличный кулинарный канал за столом. Привет! Я Глеб, и это канал За Столом. Я делаю обзоры на службы доставок продуктов с рецептами, готовлю любимые блюда и предлагаю идеи для завтраков. На канале я устраиваю розыгрыш вкусных и практичных призов. Переходи, подписывайся и участвуй. От себя могу добавить, что блюда на канале у Глеба просто вот аппетитнейшие, вкуснейшие. К тому же он всегда так очень подробно, детально все описывает, рассказывает, чтобы у вас точно все получилось. Ссылку на его канал я оставлю в описании под видео. Переходите, смотрите, подписывайтесь, но потом, после моего ролика, а то сейчас я вас знаю, уйдете на канал Глебу, насмотритесь на его аппетитность. И все, и как бы больше уже ничего не надо. А у меня ужин такой классный, такой вкусный. Сейчас рассказываю, как он готовится. Мы будем готовить рыбку, для начала займемся маринадом. Он простейший. Смешиваем мед, соевый соус, горчицу и любые специи на ваше усмотрение. У меня это будет сушеный молотый чеснок и паприка. Ну и перца молотого, конечно, чуть-чуть. Ну а куда без него? Можно взять специальные приправы для рыбы. Или вот, кстати, к рыбе еще очень хорошо подходят розмарин, тимьян и орегано. Можно красного перчика добавить для остроты. Или сушеного имбиря. В общем, экспериментируйте в пулинарте на свой вкус. Теперь приступаем к рыбе. Помыли, просушили. У меня это лосось, но вообще подойдет любая рыба, где нет мелких костей. Ну то есть это можно взять и горбушу, и палтус, и скумбрию, и тунца, и семгу, и морского окуня. Ну и, конечно, проще всего сразу взять уже готовое очищенное филе. Либо вот как у меня, такими кусками для стейков. Вооружаемся пергаментом и ножницами. Сейчас у нас будут курсы кройки шитья. Сразу на всякий случай скажу, что обычная бумага для выпечки тут не подойдет. Потому что она намокнет и все соки у вас прольются. Поэтому вот когда будете в магазине брать, посмотрите бумагу, на которой будет написано, что она не пропускает жир и жидкость. Обычно это или пергамент, или бумага со специальной пропиткой. По готовке все очень просто. Рыбку мы выложили, чуть-чуть присолили, но не сильно, потому что у нас в маринаде соевый соус, который тоже придаст солености. Смазали маринадом, перевернули на вторую сторону, опять чуть-чуть присолили, смазали. Если у вас будет рыбка не такими толстыми кусками, а в виде филе, ну то есть потоньше, то в принципе дополнительно присаливать ничего не надо. Маринада вполне хватит. Ну и все, мы просто загибаем края в несколько раз, чтобы получился такой вот конвертик. Я уже делала по такому принципу куриную грудку, правда тогда она жарилась на сковородке, но я так скажу. Это была самая сочная куриная грудка в моей жизни. У нас за счет того, что рыбка плотно завернута в конверт, все соки остаются внутри, поэтому и рыба сочная, и при этом у нас форма для запекания остается чистой. Кстати, если что, по такой же технологии рыбку можно и на сковородке пожарить. Тоже маринад сделали, да или просто специями посыпали, в конвертик и на сковородку. Причем без масла, она прекрасно жарится, румянится, будет вкусной, полезной. Если совсем лень мыть посуду, можно потом даже прям в таких конвертиках выкладывать на тарелки и есть. Все останется чистым. Ну и надо сразу предупредить, что если вдруг совсем уж нет у вас пергамента, можно воспользоваться рукавом для запекания или фольгой. На вкусе это не сильно отразится. Единственное, что с рукавом для запекания не так удобно работать, там есть риск, что у вас рыбка сломается в процессе готовки. Плюс ко всему, под конец нужно будет его разрезать, раскрыть, чтобы рыба более-менее подрумянилась, иначе она вообще будет такая вся вареная-тушеная. А фольгу, если будете использовать, не забудьте смазать растительным маслом, иначе у вас рыбка просто к ней прилипнет. Вот в этом плане пергамент очень выгодно отличается, то, что его смазывать не надо. Более того, он себя еще сам впитывает излишки жира. По-моему, вообще прекрасно. Все, сделали конвертики и отправляем в разогретую духовку на 25 минут. Рыбу в духовке, главное, не передерживайте, иначе она будет сухой. Вот 25 минут прям за глаза. И, кстати, у кого нет духовки, можно сделать то же самое в микроволновке. Но там уже точно без спальни, иначе у вас там будет искра, вспышка, взрыв, буря, эмоции, и все, и нет в микроволновке. И надо новую покупать. Поэтому будете готовить в ней только в пергаментной бумаге. И там, кстати, время будет отличаться уже не 25 минут, а где-то минут 5-7. Зависит от мощности микроволновки, то есть, если она у вас 1000 ватт выдает, то это 5 минут. Если послабее, то где-то, ну, минут 6-7 понадобится. И вот вы только посмотрите, сколько внутри соков, и какие при этом на кухне ароматы вы себе не представляете. Представляете, ребят, это что-то с чем-то. Можно есть так, но вот совсем вкусненько будет, если полить рыбку соком лайма или лимона. И вот я не знаю, это у меня самовнушение или какие-то фантомные глюки или еще что-то. Мне почему-то кажется, что вот когда в пергаменте все это делается, получается гораздо вкуснее, чем в той же фольге. Не понимаю, с чем это связано, но фольген, но все равно какой-то такой больше вареный, тушеный, непонятный. Здесь прям такой, ну, сочненько все это, держит форму, такой румяный, вкусный, классный. Особенно, конечно, когда на сковородке это все жарится. И сковородка чистая. И потом вот это вот все внутри такое сочное, такое прям подрумянинное. Ой, зачем я сейчас об этом опять заговорила? Снова есть охота. Все, ребятки, большое спасибо, что посмотрели это видео. Всем у хорошего настроения и пока. В-третьих, полезный, а четвертый после него... Ну все, посыпалось. И пи*** будет стоять дольше. Простите. Ты что несешь? Ну, ты так расхваливаешься, что этот рецепт лечит артрит, гепатит, гайморит. Все, что хочешь. Я тоже. Вот и пообщались с мужем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова